Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Оля и я рассказываю про парфюмерию, поэтому если вы так же как и я интересуетесь этой темой, присоединяйтесь, будет много интересного. Ну а я сегодня хочу рассмотреть такую интересную вещь, которую я не встречала ранее, это аромабоксы. Они есть у интернет-магазина RANDEVU, я думаю многим из вас он знаком, это один из самых крупнейших вообще интернет-магазинов парфюмерии и косметики. Аромабоксы это специальная подборка с самыми лучшими ароматами, что могут быть например у какого-то конкретного бренда. Сегодня мы с вами рассмотрим бокс под номером 23 и он посвящен бренду Mancera. Он содержит в себе 8 ароматов, на самом деле для меня это не будет первоначальным знакомством с брендом, потому что у меня уже есть аромат под названием Rose Jasmine. Но почему-то несмотря на то, что у меня в виш-листе есть еще и другие экземпляры от Mancera, я все равно как-то не сдвинулась в сторону их покупки. И чем же полезен именно вот такой бокс, это тем, что он вам поможет определиться, стоит ли покупать аромат или нет. Как мы с вами видим, очень красивое оформление, мне безумно нравится, что самое интересное, его будет круто хранить. Ну что ж, первое у меня здесь по списку, который находится в памятке самой коробки, идет Wild Cherry. Ноты у нас здесь ирис, жасмин, гелиотроп, бурбонская ваниль, вишни, белый мускус, лимон, бергамот и пачули. Я всегда с опаской отношусь к ароматам с вишней, потому что у меня сложные взаимоотношения с гурманикой. И все, что может подразумевать съедобные ноты в парфюмерии, у меня вызывает опаску, так как возможно, что мы не подружимся. Для меня это вишня в ваниле, это определенно. Несмотря на то, что здесь присутствуют у нас такие яркие составляющие, как, например, пачули и жасмин, я не могу сказать, что я их чувствую. Необычная трактовка вишни для меня. Я приятно удивлена. Я думаю, что такой аромат в целом подойдет на каждый день. Он не вечерний совершенно, он такой более поседневный. Я думаю, его можно с легкостью, кстати, носить в офис, потому что он никого не будет удушать. И это огромный его плюс. Я бы не сказала, что этот аромат может стать для парфюмерной подписи. В нем не хватает какой-то перчинки, что заставило бы его выделяться на фоне остальных кэжуал ароматов. Это действительно в стиле кэжуал. Нет ни сырости, ни подвальности, ничего такого неприятного. Очень мягко он садится на бумагу. Надеюсь, точно так же он будет мягко садиться и на кожу. Для меня это аромат на тему ванили и вишни. Далее у нас с вами идет роза ваниль. О боже, это то, что я хочу. Вот если я вам сказала, что черри у нас идет не для парфюмерной подписи, а для стиля кэжуал в офис на каждый день, то вот это. Вот если вы хотите пахнуть шикарно, чтобы на вас оборачивались, чтобы у вас спрашивали, что у вас за парфюм, вот я всегда на самых роскошных девушках слышала именно похожую историю. В пирамиде у нас заявлен мускус, сахар, кедр, лимон, роза и ваниль. Опять же, я здесь слышу исключительно комбо роза и ваниль. Ни капли цитрусовых, ни кедра. Сахар есть. Вот, кстати, в нем, возможно, именно за счет добавления сахара, вот этой сладковатой составляющей. Да. Вот представляете, вот только что я вам сказала, что я не люблю что-то съедобное в парфюмере, и насколько грамотно здесь все сбалансировано. Это очень роскошно. Это правда аромат для роскошной женщины. Если вы ищете для себя парфюмерную подпись, если вы ищете для себя... Я не могу сказать, что это всесезонный аромат, скорее всего, летом такую историю можно назвать удушливой. Я вам ее все-таки советую оставить на осень, он будет великолепен осенью. И оставить его на зиму, потому что зимой он заиграет по-новому на холоде, я просто в этом уверена. Он будет обволакивающий, густой, очень бархатистый аромат, такой уютный и вместе с этим статный. Далее у нас идет чоковайлет. Как я вам уже сказала, я не люблю съедобное. И здесь это запах шоколадной плитки. Вы знаете, сейчас в Инстаграм очень популярен ручной работы шоколад, который оформлен, с одной стороны, безумно красиво. Там идут и целые ягодки, и цветы, и такой шоколад выглядит прям роскошным подарком. Вот если взять такой шоколад и действительно в него добавить сухоцветы, это будет что-то типа того, что я слышу сейчас в чоковайлет. Это совершенно не моя парфюмерная история, я не хочу его называть из-за этого плохим. Просто это не моя парфюмерия, не мой стиль в парфюмерии. Ноты темный шоколад, бурбонская ваниль, фиалка, белый мускус, лесной орех, бергамот и апельсин. Если вы любите шоколад, то, возможно, для вас это будет интересная комбинация, потому что я чаще всего встречаю шоколад таким более приторным в сочетании с кофе. В нем есть тягучесть, в нем даже есть иногда горчинка такая ненавязчивая. Такое точно не стоит носить, опять же, летом. Он больше подойдет, я думаю, для осенней, зимы, скорее всего. Здесь для меня, опять же, это шоколад и сухоцветы. Далее мы с вами будем знакомиться с ароматом, который называется Цедрат Баис. Давайте я его распылю. Вот это определенно мужская история. Если вы, кстати, любите для себя покупать ароматы в мужском отделе парфюмерии, вам, возможно, это тоже понравится. Но для меня это не унисекс, определенно это именно для мужчин. По пирамиде у нас дубовый мох, кожа, ваниль, бергамот, роза, фруктовые ноты, фиалка и гелиотроп. Здесь присутствует горчинка от цедры цитрусовой. Что я хочу отметить? Прекрасная парфюмерия для мужчин на каждый день. Хорошая составляющая для вашего гардероба, если вы для себя ищете не банальную пену для бритья, а все-таки присматривайтесь к чему-то цитрусовому, но чтобы оно не слишком сильно било в нос. Я думаю, за счет кожи и дубового мха он становится более спокойным. Прямолинейный аромат, это определенно. В нем нет раздражающего характера, что мне безумно нравится, потому что иногда и мужская парфюмерия может очень сильно быть ядреной. Она может настолько сильно бить в нос, что отвлекает и даже сбивает с толку. Несмотря на то, что я сама люблю унисекс парфюмерию, и бывает заглядываю в мужской отдел парфюмерии для того, чтобы присмотреть что-то для себя, я не думаю, что я бы остановила свой выбор на такой парфюмерной истории. Это больше все-таки для мужчин. Когда я увидела, я поняла, что я определенно хочу с ним познакомиться. Это аромат по названиям Сицилии. Я думаю, когда я расплываюсь в улыбке, вы понимаете мою реакцию, но я такое люблю. Ой, он деликатно сладкий. В нем... Ой, как он бархатистый, он такой нежный. Ноты у нас яблоко, бергамот, роза, древесные ноты, белый мускус, грейпфрут, ананасы, ланг-кланг, персик, фиалка, мандарин и жасмин. Я думаю, что здесь грейпфрут впервые. Боже, я все не могла понять, почему мне так это нравится. Я обожаю грейпфруты. И здесь не цедра, не белая часть, а именно грейпфрутовый сок. Причем я бы, знаете, сказала, что он такой не концентрированный, а очень сильно разбавленный. В нем есть такая легкая газированность, то есть он как будто разбавлен минеральной газированной водой. И вместе с цветами это настолько классно на лето. Я буду сейчас дерзываться, чтобы его просто не заказать спонтанно, как импульсивную покупку. Потому что он и роза ваниль, это пока что два таких прям триггера для меня на сегодня. В нем есть вот эти переливы. Как на водной глади существуют у нас переливы, так же и здесь. Словно блики солнца в нем играют. Это невероятно вкусно, завораживающе. Так интересно. Он, с одной стороны, звучит очень свежо. В нем нет ничего тяжелого, ничего удушающего. Совершенно воздушный, легкий аромат. Великолепный просто на лето. Великолепный вообще в целом, мне кажется, в любой его сезон нужно носить. Если вам захотелось себе поднять настроение, он очень позитивный. Как мне такое нравится. Я готова пищать от восторга. Просто от всей души рекомендую, друзья. Теперь мы с вами познакомимся с ароматом под названием Pearl Woman. В пирамиде у нас заявлено жасмин, мандарин, зеленые ноты, ландыш, белый мускус, роза, амбра, апельсин, дубовый мох. Не уверена насчет жасмина. Этот аромат определенно сложный. Его поймут далеко не все. И в качестве эксперимента я хочу именно его сегодня нанести на кожу. Посмотреть, как он раскроется на мне. Да, 100% его нужно тестировать на коже. Здесь очень ярко играют именно зеленые составляющие аромата. Опять же, он больше подойдет на каждый день. Для чего хороши такие ароматы? Они могут выступать в качестве парфюмерной перезагрузки. Когда вам надоело абсолютно все и вы устали, вы убираете все, что у вас есть. То есть, оставляете вот такую вещь, как Pearl и оставляете его единственным, что у вас есть. То есть, вы остальное делаете вид, что у вас не существует. Вы посмотрите новыми глазами на свою коллекцию где-то через месяц, поверьте мне. Если говорить про плюсы этого аромата, он не похож вообще ни на что. Это действительно на любителей. Это нужно сидеть, его анализировать. Если вы не хотите ничего анализировать, то вам можно попробовать, например, шоколад. Вот это прям посидеть и подумать. Это действительно так. Я давно хотела познакомиться со следующим ароматом. Он называется Wild Fruits. Он у меня находился в моем виш-листе, наверное, года три. В общем, сейчас у нас будет долгожданное знакомство. Меня, кстати, в комментариях отговаривали от его покупки, говорили, что я с ним не выдержу, что он меня начнет очень быстро раздражать. Так что, внимание, калимационный момент. Сразу вам скажу, я ожидала совершенно другое. Опять же, это газировка. Очень газированный аромат. Я бы даже сказала, что он как шипучка слегка покалывает нос. Это такой взрыв, это такое непонятное месиво. Я до сих пор не могу, вот я сижу с ним около минуты и пытаюсь понять, что же я там слышу. А почему-то я никак не могу в нем что-либо расслышать. Это действительно какой-то бешеный винегрет. Просто стопроцентное попадание в название. Ноты. Мускус, кедр, черная смородина, фиалка, персик, кумкват, грейпфрут, фруктовые ноты, лимон, красные ягоды. Я так давно не ела кумкват, что я практически забыла, как он пахнет. Но теперь я здесь, как увидела его в пирамиде, я поняла, что это был он. Не уверена насчет персика, не уверена насчет черной смородины. Возможно, здесь имеются в виду листья. Сразу вам скажу, я ожидала, что он будет более сладкий. Мне казалось, что это будет такая игривая история вокруг сладких нот, но не слишком приторных. Здесь оказалось совершенно другое. Во-первых, он свежачок, больше как лимонад. Из него просто энергия бьет ключом. Это действительно для тех людей, кто как электровиник носится по своим делам. Он вам идеально подойдет, поверьте. Это просто то, что нужно для вашего характера. Если вы не можете ни минуты просидеть на месте, то тогда это именно стопроцентно для вас создано. Ну что ж, у нас с вами последний аромат в этой подборке. Он называется Коко Ваниль. Я сейчас постараюсь вам описать, хотя понимаю, что некоторые из вас, так как не имели этого опыта, возможно, не совсем поймут, что я имею в виду. Как-то раз в отпуске, когда мы летали отдыхать, я ездила на одну экскурсию, где нам показывали, как растут какао-бобы. Это представляет из себя из такой плотной кожуры, эллипсовидной формы плод. И вы, когда его раскрываете, там идет белое наполнение с вот этими бобами. Их можно есть в таком сыром виде. Они отчасти отдают какао, но все равно они немного отличаются. И именно вот эти плоды, когда они в сыром виде, я слышу здесь. Это словно очень дорогой десерт. Это очень красиво, это настолько природно красиво. Я обожаю, когда парфюмерия не просто вызывает у меня ощущение, что мне это нравится, я это люблю, это в моем вкусе, это в моем стиле. Но когда вы вдыхаете, и вы получаете полный спектр невероятных эмоций. Давайте посмотрим его пирамиду, потому что пока что у меня такие призрачные описания, возможно, многим из вас непонятные. Значит, здесь у нас содержится кокос, древесные ноты, белый мускус, иланг-кланг, персик, бурбонская ваниль, гордения, жасмин. Удивительно, почему я здесь слышу совершенно другое. Ну, я обожаю, когда так происходит на самом деле. Но я здесь не слышу кокоса, я здесь не слышу жасмин, исключительно ваниль и вот этот плод какао. Если у вас предстоит отпуск в каком-то тропическом месте, я думаю, это будет таким компаньоном. У вас будет впечатление просто на целый год, потому что когда вы будете открывать этот флакон уже будучи дома, вы будете вспоминать, вы будете вновь окунаться в эту атмосферу, у вас будут непередаваемые эмоции, и это у вас будет всегда ассоциацией. У вас это станет ароматом, способным вызывать определенное состояние души, когда вы подойдете к нему с плохим настроением, снова на себя нанесете и словно вы отдыхаете. Обожаю, просто. Ну что ж, подводя итоги данного набора, что же мне хочется отметить? В первую очередь это невероятно удобный формат. Когда вы ограничены в средствах или ограничены во времени, вы можете приобрести для себя вот такую интересную подборку. У вас, во-первых, она будет всегда находиться в полном порядке, потому что здесь все удобно разложено, есть специальная памятка, где вы видите название, где есть QR-код, по которому вы можете с легкостью посмотреть, какая сейчас на него актуальная стоимость, его пирамиду и любую другую информацию. Продуманный продукт, рандеву, молодцы, что позаботились об парфманьяках и сделали для них такой формат, который будет не просто удобно хранить, но и приятно, потому что он всегда оформлен красиво и эстетично. Напишите, какие вы любите ароматы от бренда Monserrat, с чем вы знакомились, что вам нравится, а что не нравится, мне будет очень интересно узнать. Ну а я вас увижу в следующих видео. До встречи и пока!